Добрый день, уважаемые участники конференции. Я, наверное, продолжу социально-трудовую тематику и попытаюсь посмотреть на цифровизацию глазами работодателей и работников. Я попытаюсь посмотреть, мы сегодня много слышали о том, какое будущее нас ждет, но я попытаюсь поговорить сегодня о том, откуда мы стартуем в это самое светлое будущее. То есть опуститься вниз и посмотреть ту реальную картинку, которая есть сегодня на предприятии. Но за основу я возьму известную очень трехуровневую модель цифровизации, цифрового разрыва. Во-первых, успехи в цифровизации определяются доступом к технологиям. Понятно, что когда-то раньше это, собственно, был единственный фактор, но затем начали понимать, что на самом деле нет, конечно, потому что доступ – это хорошо, но есть ли у нас люди, есть ли у нас компетенции соответствующие, есть ли у нас возможности пользоваться этими благами цивилизации. Ну и, наконец, далее – это те результаты, которые мы можем получить. Для начала я попыталась посмотреть, поскольку мы говорим о промышленности, ту статистику, которая может быть нам по этим показателям доступна на основе открытых данных. Ну, наверное, первые данные – это мониторинг развития цифрового общества в Российской Федерации, данные Росстата. Он представлен в региональном разрезе. Ну, в частности, например, во второй колонке вы видите, сколько процентов организаций у нас используют те или иные программные продукты. По промышленности отдельно по видам экономической деятельности такой статистики нет, но можно попытаться посмотреть корреляцию между долей занятых, например, в регионах и, соответственно, использованием этих продуктов. Мы видим, что корреляция по добыче полезных ископаемых, она практически какая-то более-менее существенная отсутствует. По обрабатывающим производствам в ряде случаев есть. Это управление производством, понятно, это ERP-системы, это система управления цепочками поставок, ну, некоторые другие. Что касается вопросов, связанных с компетенциями и человеческими капиталами работников, то, ну, вот у вас на слайде обследование рабочей силы показывает, сколько IT-специалистов, например, да, в целом в экономике занято, сколько занято в сферах промышленности. Ну, мы видим, что данные более-менее сопоставимы, понятно, что в обрабатывающей промышленности ниже среднего, в обрабатывающей, ну, на уровне даже немножко выше, да. Что касается самих, самого уровня компетенций, да, ну, мало того, что узнать, да, что у нас есть IT-специалисты, понятно, что не только IT-специалисты, да, у нас сегодня пользуются цифровыми продуктами. Хорошо. Поэтому вопрос достаточно сложный, да, ну, если не проводить специальные обследования трудоемкие, да, выяснять уровень компетенции персонала, то вот, ну, такая прокси, как бы, да, наверное, переменная, это исследование российского мониторинга экономического положения здоровья населения высшей школы экономики, где есть один из вопросов, приходилось ли вам пользоваться интернетом в течение, там, последних 12 месяцев, ну, и, собственно, для чего. И вот мы видим, что работники промышленности здесь, к сожалению, градацию на добывающую, обрабатывающую провести не удается, потому что нет таких вопросов в исследовании. Но мы видим, что работники промышленности в целом реже пользуются интернетом и для работы, и даже для учебы, да, но в целом они такие же пользователи, потому что когда мы говорим о социальных сетях, например, про общение с другими людьми, здесь показатели все ровно те же самые. Ну и еще один момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание по обследованию рабочей силы, это возраст рабочей силы, возраст работников, которые заняты в сфере информационно-коммуникационных технологий. Коллега из Турции говорил, насколько это важно, потому что люди в разных возрастах имеют разные компетенции. Так вот, на самом деле мы видим некоторое замедление точнее, неправильно сказал, наверное, мы видим более старший возраст, занятых в сфере ИКТ, в промышленности, в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающем производстве. Это и до 39 лет проявляется, и еще даже более сильно, наверное, до 30 лет. То есть по разным причинам молодежь, ну, не слишком горит желанием идти в промышленность работать, пытаются найти себе какое-то другое применение. Но понятно, что это все вид вот прям совсем сверху, если посмотреть более конкретно, то понятно, что вот этих данных не хватает. И поэтому мы посмотрели на примере одного из российских регионов характеристики того, что происходит. Этот регион это Омская область. Ну, такой по многим показателям такой типичный средний регион, регион, в котором достаточно неплохо развита промышленность. Ну, примерно 18% занятых, это занятые в промышленности. Каждый, наверное, пятый из занятых в промышленности, это транспортное машиностроение, оборона. Каждый пятый, это нефтехимия, нефтепереработка, производство пластмасс. Каждый пятый, пищевая промышленность. И каждый, ну, наверное, там 12, каждый восьмой, наверное, да, это оптика и электроника. То есть вот все это вместе, это примерно уже 70% занятых, да, вот такая структура экономики. Мы опросили, наше исследование состояло из двух частей. Мы опрашивали, с одной стороны, руководителей компаний, ну, представителей топ-менеджмента по проблемам цифровизации. Далее мы опрашивали персонал этих же самых предприятий. Ну, поскольку вот технологическая часть, понятно, она очень сильно различается, мы сделали акцент на опросе функциональных специалистов, то есть там юристы, экономисты, там инженеры и так далее. И после этого мы провели фокус-группу, которая позволила нам совместно с представителями компаний как-то интерпретировать результаты. Ну, некоторые результаты были противоречивыми, некоторые казались интересными, требовали дополнительных исследований. Что мы получили? Если говорить о том, что сегодня волнует представителей омской промышленности, да. Ну, вот как ни странно, например, чаще всего основное направление цифровизации – это установка компьютеров на рабочие места сотрудников. Дело не потому, что их там нет. Дело в том, что какие-то новые программные продукты, они просто невозможны, да, на том уровне техники, которая сейчас существует. Поэтому вот более 80% сказала, что да, это просто неотъемлемый элемент. Эксперты могли выбирать разные варианты ответов, да. Цифровизация отдельных бизнес-процессов, то есть вот то, на что есть деньги, на что есть ресурсы. Несмотря на то, что они говорят, что да, мы приоритетно стараемся на эти вещи обращать внимание, все-таки на все сразу не получается, да, поэтому вот отдельные бизнес-процессы все-таки, да, идут. Вот, если сравнивать ответы работников и работодателей, для чего нужна цифровизация, вот здесь достаточно интересно. Обратите, пожалуйста, внимание, работодатели, да, топ-менеджмент предприятия считают, что надо быстро принимать решения, потому что все очень быстро меняется. Надо работать качественно, чтобы было меньше ошибок. И здесь вот мы видим, что работники не воспринимают так же остро, как работодатели эти проблемы. Для работников вот актуально, например, да, не отставать от конкурентов, ну, это потому, что все вот об этом говорят, поэтому вроде как раз говорят, то надо это делать, да. Про барьеры цифровизации. Здесь точно так же есть некоторые отличия в ответах работников и работодателей. Работодатели очень четко фиксируют то, что нет необходимого программного обеспечения. Но под этим они понимают, что, ну, во-первых, проблемы импортозамещения, да, Омск, я уже сказала, тут достаточно много оборонки, импортное программное обеспечение просто сейчас нельзя использовать, поэтому огромные проблемы, где что взять замен, какие-то предложения есть, но то одно не работает, то с другим несовместимо. Вот это отмечают очень многие. Ну, и второй момент, это, конечно, дорого, да. Но несмотря на то, что дорого нам пришлось выделить как бы в отдельную позицию, это понятно, что, да, отмечали все, но в то же время и здесь вот необходимое программное обеспечение, это по доступной для работодателей цене, как они считают, да. Второй момент, я бы еще обратила внимание на ответы по времени. Мы уже сказали, для работодателей очень активно, очень важно, чтобы все было быстро, своевременно, да, и оперативно. Работники этого, этой проблемы вообще не видят, в том числе потому, что они не готовы, и многие считают, ну, там объявили, да, там что-то, пройдет время, там, может, дай бог, там все забудется, да, и так и не случится, например. Да, я извиняюсь, прошу прощения. Еще один момент, вот последняя, последняя самая строчечка, да, я вот хочу обратить на нее внимание. И работники, и работодатели вместе пишут, что на самом деле есть проблема, что либо нет компетенции, либо нет желания работать в новых условиях. И вот достаточно много ответивших, мнение работников и работодателей сходится, поэтому здесь чуть-чуть повнимательнее мы посмотрели. Значит, был проведен опрос, самооценка на самом деле работников, какие компетенции у них есть, они пытались их оценить, от абсолютно не умею этого делать, до делаю прям идеально и совершенно, до того, а что требуется все-таки работодателю. И вот там было больше 20 компетенций, вот первые 5 у нас на слайде, мы видим, что в основном совпадает все, ну, за некоторым исключением, прямо на первом месте, да, например, от работодателей требует организовывать, хранить, извлекать цифровые данные, работники не оценивают это в качестве значимого, но все остальное очень хорошо совпадает. Ну, наверное, здесь важнее не абсолютные, может быть, вещи смотреть, а то, где существует разрыв, причем сами работники его видят, да. Разрыв этот я бы, вот, топ-5 компетенций, я бы на несколько групп разбила. Ну, во-первых, это попытка вот алгоритмизировать постановку задач. Очень часто работник вот что-то хочет, но четко сформулировать не может для IT-служб, специалистов, что же ему надо, да. И поэтому начинаются бесконечные согласования, что-то сделали, а вот то не учли, да к этого же не было. Вот эту проблему отмечают очень остро. Проблему отмечают, связанную с безопасностью и проблему того, что из информации надо уметь извлекать новое, да, новое знание. Есть компетенции, которые, с точки зрения работников, развиты у них прекрасно и даже предприятию надо меньше, чем у них есть. Это все, что касается общения с цифровой средой, цифровой среде, но я подчеркиваю, что это вопрос работников, да, это небольшие, да, различия по развитию компетенции и по анализу данных. Мы спрашивали у работодателей последний проект, в котором они принимали участие, который реализовывался в организации, каким результатом он привел. Но мы опять видим, что скорость выполнения работы, качество выполняемой работы, качество скорость, объем качества, наверное, вот все, да. Но результат, на самом деле, довольно интересный, потому что если мы те же самые затраты труда, например, возьмем, да, то действительно повышается производительность или нет, почти никто не отвечал, например, да, там по разным блокам спрашивали, будет ли сокращение персонала, например, да. Почти никто не ответил, что существенное сокращение персонала стоит ожидать. 20% работодателей ответили, что да, вот в области учета и экономики возможно там небольшое сокращение персонала, но это только 20% работодателей и только в одной области, да. На самом деле речь идет о перераспределении функций, о том, что какие-то рутинные там, да, вещи понятные перепоручить машинам, да, и заняться выполнением других более важных задач. Сокращение персонала не происходит. Видимо, объем работы возрастает, но как это измерить, понятно, что мы пока, наверное, не можем ничего об этом сказать. Ну, и я сделаю выводы, ну, некоторые выводы на слайде, на что я хотела бы обратить внимание. То есть, на самом деле, мы видим, что во многом позиции и работников, и работодателей все-таки похожи относительно вот того, как они видят себя в процессе цифровизации, но есть отличия. И что делать с этим? Ну, во-первых, наверное, все-таки недостаточно хорошо налажен процесс коммуникации все-таки. Работники, а это, еще раз повторяю, это специалисты, функциональные, да, все они должны понимать, они не очень хорошо понимают, на что все-таки нацелен процесс цифровизации. Отсюда вот эти вот самые общие ответы, да, конкуренция, так делают все, да. Некоторые важные вещи, например, там, сроки, они просто не понимают, да. Нет, на самом деле, большой мотивации. Вторая проблема – это, конечно, качество, уровень компетенции, о котором говорят и те, и другие, но при этом, например, когда задаем вопросы работникам, а как вы вот эти цифровые компетенции приобретаете, ну, примерно две трети работников говорит, а приобретаем самостоятельно. Понятно, что работодатели не сильно склонны вкладывать ресурсы в формирование компетенций, особенно, когда речь идет о специфическом человеческом капитале. Вот тот же самый Excel, да, притча во языцах, да, вот как мне сказал один работодатель, я ищу экономиста, у меня главное требование, если он знает Excel, я ему всему остальному, я его научу, да. Но вот таких работников даже не находится. И понятно, что учить Excel большого интереса нет, потому что это в чистом виде специфический человеческий капитал, общий человеческий капитал, прошу прощения, да, работник уйдет и заберет все с собой. Вот эти вещи, еще раз повторяю, показывают, что мы находимся, наверное, ну, немножко не в той, да, ситуации, которую хотелось бы видеть, да, достаточно много нам надо сделать, в том числе и, ну, совершенно каких-то базовых процессов, прежде чем мы вот к индустрии 5.0 перейдем. У меня все, большое спасибо за внимание.